Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости международной группы компании Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Только что завершилась международная транспортная выставка в Берлине и на Транс-2016, где была представлена и наша технология. Пока еще свежо при Дании, пока мы не приступили к участию в следующей выставке, которая нас ждет уже на следующей неделе. Хотим поделиться с вами воспоминаниями. Пока еще свежо при Дании. Начать хотелось бы с того, что именно здесь миру впервые были продемонстрированы промышленные образцы подвижного состава Skyway. Транспортная технология, которая предлагает достойную альтернативу всем известным на сегодняшний день способам перемещения пассажиров и грузов. Судя по предшествующим публикациям, самым долгожданным на выставке помимо итальянских, немецких, швейцарских и американских гостей был именно наш проект. Он наряду с другими, например, швейцарской компанией Best Mile и транспортным сервисом MoON, представленным Потсдамским техническим колледжем, идеально вписался в одну из актуальных тенденций развития отрасли создания транспортных средств без водителя или машиниста. Разница в том, что зарубежные разработки ожидаются лишь в 2021 году, в то время как наши уже готовы к испытаниям. В анонсах самых ожидаемых премьеры на Транс-2016 наш проект рассматривался как вишенка на торте, ибо подавался как вкусное на третье. Безусловно, внимание специалистов также привлекали три компании, две из США и одна из Канады, представлявшие свои отдельные интерпретации идеи Илона Маска по созданию транспорта в вакуумной трубе. Нас, безусловно, интересовало, что же явил миру нашумевший американский проект по созданию транспортных систем будущего. Как далеко продвинулись разработчики вакуумных труб и передвигающихся в них поездов со скоростью свыше тысячи километров в час. Как скоро сможет мир пересесть на анонсированное Илоном Маском пятое поколение транспорта. Забегая вперед, поскольку вы уже явно знакомы с видеорепортажем о крайне разочаровавшем нас в визите на стенды всех этих компаний, которые, подобно лебедю ракуют до щуки, растаскивают по своим углам баснословные барыши, заработанные громкой пиар-компанией, сопровождавшиеся скандалами, равно как взаимными обвинениями, разоблачениями и увольнениями участников, заметим, что теперь у нас не осталось никаких надежд на возможность воплощения этих футуристических идей создать для проектов Тесла, SpaceX и колонизации Марса. Возможно, в силу иных приоритетов не хватает его личного участия, но из материальных свидетельств ведущейся работы над Hyperloop нам удалось обнаружить лишь матерчатую сумку с эмблемой одной из компаний, годную разве что для похода в магазин за хлебом. Или, как говорил когда-то один мой знакомый, за черным бредом. Нашу делегацию возглавлял экс-министр транспорта Южной Австралии, ныне директор компании Skyway Transport Australia Родхук, которому создатель струнного транспорта Анатолий Эдуардович Юницкий делегировал полномочия, представляя технологию на ведущем международном форуме, предпочтя в это время непосредственно и на месте руководить подготовительными работами по монтажу путевой структуры сразу двух пассажирских транспортных систем городской и легкой в экотехнопарке Skyway. Кто только не побывал на нашем стенде за 4 дня выставки. Россияне, белорусы, украинцы, поляки, молдаване, чехи, словаки, немцы, итальянцы, испанцы, индусы, американцы, китайцы, японцы. Экспертам, чиновникам и просто неравнодушным людям всего мира мы показали Юнибус, Юнибайк, мотор-колесо, охранный модуль интеллектуального струнного ограждения Skyway и действующую физическую модель транспортной системы. Все наши экспонаты, а особенно подвижной состав, вызвали большой интерес как у профессионалов в сфере транспорта, так и у обычных посетителей выставки. Первые два дня мероприятия знаменовались рядом важных встреч для компаний, в ходе которых о желании сотрудничать заявили представители сразу нескольких крупных организаций, работающих на рынке транспортных услуг. Большую заинтересованность проявили представители Индийской железной дороги, делегации из Катара, Германии и других стран. Самый большой прогресс был достигнут на переговорах с делегацией Филиппин, члены которой заявили о готовности приостановить проект по прокладке метро, который уже был запущен в этом государстве. И так прокомментировали итог своего визита на выставку. Мы два дня искали решение, которое нашли именно на вашем стенде. Таким образом, мы выполнили свою миссию и можем возвращаться домой, где будем с нетерпением ждать вашего предложения по адресному проекту. Большой и конкретный интерес к нашей экспозиции был проявлен главой компании Enterprise Island Джоном МакГи. Эта организация – государственное агентство Ирландии по развитию экспорта, предпринимательства и инноваций, которая ищет высокопотенциальные компании по всему миру, предлагая им подключиться к ирландской инновационной экосистеме. Венчурный фонд Enterprise Island осуществляет инвестиционную поддержку международных стартапов по всему миру. В настоящий момент господин МакГи сотрудничает с компанией Sky Park Island, которая была создана 6 месяцев назад для продвижения технологии Skyway в Ирландии. На прошедших переговорах господин МакГи выразил намерение построить самую экологичную легкую транспортную систему Юницкого на подведомственной ему территории для развития туризма и пополнения бюджета графства Мео. На нашем стенде также побывал крупный бизнесмен из-за океана Крис Принципи, банкир, специалист по финансовым операциям в интернете, издатель журнала Financial IT и FinFuture. Он тоже был неслучайным гостем экспозиции Skyway, с представителем деловых кругов США были обсуждены важнейшие вопросы финансирования и дальнейшего развития проекта, наиболее интересующие всех наших партнеров. В своем интервью Крис с восторгом рассказал, что видит в проекте возможность заработка для не очень богатых людей, в то время как обычно лишь крупные воротилы снимают сливки в подобных начинаниях, а также вдохновлен перспективами нового витка развития человечества, который вызовет удешевление и ускорение транспортировки людей грузом. Он также с удовольствием принял участие в проверке вместимости промышленного образца Юнибуса, представленного на выставке. Очень полезным для подтверждения правильности избранного пути оказался обмен опытом с немецкой железнодорожной компанией Locomore, которая использует краудфандинг для финансирования своего нового проекта. Оказывается, так называемое народное финансирование является в Германии делом абсолютно легальным и нормальным, особенно в социально значимых проектах. Данный финансовый инструмент стал возможен лишь благодаря развитию информационных технологий и сам по себе является инновацией. А потому гармонично вписывается в логику продвижения инновационных проектов и перспективы может дать начало формирование новых векторов развития данной области, который будет определять направленность технического прогресса наряду с профильными государственными и корпоративными организациями. В числе посетителей стенда Skyway были и представители руководства Российской Федерации, в частности, заместитель губернатора Челябинской области Руслан Усманович Гаттаров и заместитель главы округа города Самары Владимир Владимирович Сластёнин. Гостям была представлена технология Skyway, после чего состоялись переговоры по возможности реализации конкретных адресных проектов в соответствующих регионах. На Международной специализированной выставке транспортной техники «Инотранс-2016» не обошлось и без общения с соотечественниками. Мы осмотрели и высоко оценили экспозицию открытого акционерного общества «Белкомонмаш», ведущего промышленного предприятия Республики Беларусь в области производства и капитального ремонта городского транспорта. В свою очередь, стенд Skyway посетил исполнительный директор Белорусской ассоциации «Возобновляемая энергетика» Владимир Нестюк, который, находясь в деловой поездке в Берлине, активно содействовал нашей работе тем, что пригласил посетить выставочный стенд Skyway нескольких депутатов Бундестага, сотрудников Министерства экономики и энергетики Германии, представителей Белорусского посольства и других официальных лиц, потенциально заинтересованных в возможностях инновационных транспортных систем. Последние два дня выставки, распахнувшие двери павильонов не только для чиновников и бизнесменов, но и для всех желающих ознаменовались для проекта Skyway настоящим триумфом. Ежедневно на стенде были сотни людей, только в последний день выставки количество посетителей превысило 300 человек. При этом соседние стенды, экспонировавшие разработки таких индустриальных гигантов, как Hitachi, Kawasaki, Siemens и многих других, были востребованы публикой в гораздо меньшей степени. Представители соседних промышленных гигантов не стеснялись открыто спрашивать, что же мы делаем для привлечения посетителей. Ведь на нашем стенде, в отличие от многих других, не пели, не танцевали, не наливали и не устраивали банкетов. Секрет нашего успеха прост. У нас были реальные инновации. А не просто Wi-Fi для пассажиров или лишний компьютер, как у большинства участников, о чем говорил Родхук. Естественно, что такая масштабная выставка, как и на Транс-2016, не могла остаться без внимания средств массовой информации. Так, австралийская радио 2 уже заинтересовалась участием Skyway в и на Транс и посвятила этой новости целый выпуск. Также данные события активно освещали наши коллеги из журнала RGD Partner. В дни работы форума на сайте издания вышли три статьи о работе представителей Skyway на выставке. По словам господина Хука, на выставке все говорят об инновационности, энергетической эффективности и дружественности транспорта по отношению к окружающей среде, обо всем том, что уже реализовано в транспортных системах Skyway. Главную задачу, которую предстояло решить Skyway на выставке, Родд видел в привлечении внимания специалистов в области транспорта и ответственных за развитие данной сферы чиновников к тем инновационным решениям, которые представлены группой компаний Skyway. По его мнению, данная выставка должна сыграть решающую роль в развитии проекта и привлечь в него дополнительные инвестиции. Люди, которые были впечатлены нашей экспозицией, готовы многое поставить на кон ради того, чтобы это случилось, говорил Родд Хук в одном из своих интервью. По отчетам организаторов Мессе Берлин, 11-я выставка инотранс, прошедшая в 2016 году, стала рекордной по многим показателям. Ее посетило 145 тысяч гостей. В рамках форума состоялось 149 международных премьер. Публике было представлено 127 единиц подвижного состава. Участие в этом самом престижном смотре транспортных инноваций приняли 2955 экспонентов из 60 стран мира. Кроме того, еще 20 стран прислали в Берлин свои официальные делегации. Среди них Тайвань, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты и Индия. Как завершил отчет организаторов генеральный директор Мессе Берлин доктор Христиан Гёке, выставка инотранс уже решительно продемонстрировала свое значение в качестве выдающейся инновационной силы и ведущей всемирной торговой площадки в секторе рельсового транспорта. По сравнению с ведущими выставками в других секторах, инотранс обеспечивает уникальный уровень охвата рынка. Мы же свои впечатления о выставке хотим завершить окрепшей уверенностью в том, что ее самым большим достижением, вошедшим в историю, станет первая международная презентация проекта SkyWay. Мы не можем разглашать информацию о тех переговорах, которые были начаты представителями компании по итогам форума, пока они не привели к чему-то конкретному. Но сенсационная реакция на наше участие и количество обратной связи, уже поступающей в наш адрес после выставки, свидетельствующие о многократно возросшем интересе и доверии к проекту SkyWay вселяют нас твердую убежденность в том, что она положила начало триумфальному шествию струнного транспорта Юницкого по всему миру. Времени катастрофически мало. После выставки огромное количество звонков, писем, переговоров. Вот и сейчас я иду к Анатолию Эдуардовичу по важному делу. Тем не менее, хочу вспомнить небольшой эпизод, который состоялся на выставке. К нам зашел один из руководителей Симмонсона Дейлити. Не буду называть его имени, потому что человек отказался сниматься на камеру. Тем не менее, то, что он сказал в устах конкурента, это, безусловно, комплимент. Он не выразил ни малейшего сомнения в технической осуществимости нашего проекта. Единственное, предупредил о том, что для того, чтобы стать мировым явлением, завоевать весь мир, потребуется приложить немало усилия, поскольку весь мир, рынок уже поделен. И сравнил нас с Упертальской канатной дорогой, которая уже 115 лет успешно работает, но так и осталась местным явлением. Мы же убеждены, что с такой поддержкой, с такими партнерами, как вы, нам не грозит судьба маленькой, но гордой струнной дороги. Поддерживайте наш канал на YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний SkyWay по адресу rsv.systems.com. Поддерживайте наш проект, потому что даже уже конкурентам ясно, что где мы, там успех. Строи SkyWay, спасай планету.